ой ты мой беззубик в общем девочки привет всем начинаем мы готовить да я люблю мама говорит начинаем мы готовить подарки ко дню рождения нашей старшей сестренки и в общем как я уже говорила буду заказывать духи и получили сегодня сейчас будем распечатывать сумочку заказ делали на сайте ньюшик в общем сейчас распечатаем и посмотрим так давай открываем ой какая красивая вообще но но осторожно астару милена вот и балованная в общем не наташа уже неоднократно говорила что хочет такой какой-то клач небольшой в общем такую вечернюю сумочку доченька подвинься какая красота девочки на атласная или под атлас ткань сделана сепортажа миленка тоже хочет такое мы сейчас давай откроем посмотрим так застежка на магнитике здесь вытаскивай бумажка аккуратненько ну это да положи положи рядышком и потом положим назад и вот такая вот металлическая ручка подожди милен и вот эти вот все украшения смотрите здесь гофрировочка идет я близко покажу и она подойдет под любое вечернее платье они все переливаются очень красивая девочки прелесть просто ссылочку оставлю под видео цена на сумку вообще очень интересная и смотрится вообще великолепно я думаю наташа будет очень довольна подарком ой красота ух мы дома аж не верится у нас сегодня с миленкой целый день расписанную по минутам буквально девочки ну что я покрасилась смотрите что мне сделали прическа конечно как всегда вот я не знаю как у вас у меня я всегда когда прихожу домой мне все не так не так челку уложили не так если то слишком пышные волосы то наоборот как сосульки висят в общем я дома всегда переделываю но сегодня времени нет попросила сделать милирование она мне сказала общем отказала говорит если мы сделаем милирование то вот эти вот кончики вообще твои отпадут потому что наград в таком состоянии что за ними уходы уход нужен сказала что делаю маски с кастроркой с желтком в общем но так по улыбалась кстати еще вот это средство новое что я купила она использует моя мастер в парикмахерской вот укладку делали на вот этом вот крем он или да ну крем он и термозащита и в общем кончики восстанавливает покрасила она мне вот здесь вот говорит если мы сделал я говорю может быть можно будет сделать как бы милирование только на троши она говорит отросло много и получается от корня совсем черная же вообще брюнетка и потом идут такие коричневые потом идут рыжий желтые кончики слегка пепельная в общем я когда к ней пришла конечно волосы были мягко говоря в ужасном виде и она мне что предложила говорит милирование делать не будем потому что она отрастет и через месяц тебе придется снова идти краситься поскольку ты не хочешь краситься в общем она мне затонировала вот эти вот отросшие что здесь отросло в пепельно в пепельный блондин и потом вот эта растяжка как она мне сказала называется в общем она вот так вот здесь много краски находится потом расческой вот вытягивается на кончиках практически ничего нет и после окраски сделали кератиновую маску в общем я почитала комменты столько негатива по поводу вот этого вот у ботокса для волос столько негатива по поводу всех вот этих вот ламинирования для волос что это настолько вредно посмотрела в интернете тоже там отзывы разные кто-то ну как те кто делает нахваливают те кто делал кто-то говорит классно кто-то говорит что держится очень мало и много комментариев также что это небезопасно общем этого я делать не стала стоит недорого 50 евро у нас на мою длину волос вот этот ботокс маска ботокс для волос там что-то я не феном греют нагревают в общем я делала я два или три раза делала на волосы но это был не именно ботокс а называлась ламинирование что как бы цвет сохраняет и волосы растут быстро но кстати волос это действительно быстро выросли но не за счет того что они там быстро именно росли за счет того длина появилась за счет того что они не ломались так что буду делать домашний уход с касторка и желтком но ничего но что если помогает и чего делать небезопасные процедуры сейчас немножко передохнем и побежим к дантисту у нас сегодня второй обязательный прием у французов положено в три годика где так проверяют у нас уже был первый визит к дантисту и сейчас будет второй посмотрят что там как чему если что-то нужно будет там делать то дадут следующее там рандеву ну в общем посмотрим сейчас передохнем и побежим потом пообедаем я довольна кстати за сумочку очень думаю что наташи понравится и заказала девочки огромное всем спасибо за ссылки в общем я там посмотрела на разных сайтах заказала в еве в украине в общем мне показалось что это сто процентов но как бы более надежно и у меня там получат короче говоря в украине а потом уже будет у меня дополнительный подарок потому что ну мы всегда артур всегда сестре что-то сам выбирает покупает мы с мужем что-то делаем миленко рисунок рисует ну в общем у нас одним подарком мы никогда не обходимся так что вот такие вот дела не знаю что со мной может у кого-то тоже есть такое и что я заметила вот это у меня случается практически каждую осень я не могу в выходные дни спать дольше может быть это уже как бы возраст и привычка потому что я практически всю свою жизнь я очень рано просыпаюсь и поздно ложусь и я уже у врача спрашивала говорит ну пробуйте ложиться позже да говорю куда уже позже я в полночь или в час ночи спать иду засыпаю а просыпаюсь у меня на 6 30 будильник стоит потому что ну я проснулась там посмотрю что мне нужно спокойно в душ спокойно будет флекс у меня как бы своя программа утренняя и поэтому я просыпаюсь стараюсь просыпаться раньше всех и сейчас даже когда у меня есть возможность поспать подольше там выходные дни или там как в отпуске мы были у меня все равно вот 6 утра и глаза как два блюдца в общем не смыкаются уснуть не могу лежать просто я тоже не могу потому что я начинаю о чем-то думать и как правило это не самые приятные мысли почему-то в голову лезут то какие-то проблемы то дела которые ты не сделал то то что какие-то планы о которых ты там начинаешь короче говоря нервничать потом я вот так ворочаюсь ворочаюсь просыпаю вернее как не просыпаюсь встаю и у меня уже на целый день настроение вот такое вот дурацкое когда ты там начинаешь волноваться переживать из-за чего-то в чем-то себя корить ну в общем это не хорошо и не знаю как мне быть я уже я не знаю как бы у людей у которых бессонница мне кажется там проще вот но не спится можно выпить там чай с медом или там молоко с медом кто-то пьет можно какие-то травки заварить можно даже какие-то там легкие лекарства ну я не знаю но этих считать кого там считают баранов ну в общем это еще можно мне кажется эту проблему решить но когда ты вот утром просыпаешься или же бывает такое что я ночью проснусь и вот в три в четыре ночи и я потом уже уснуть не могу не знаю с чем это связано то ли это как я уже сказала какие-то возрастные изменения то ли это я не знаю что сказать так чтобы ну о чем-то я слишком переживала нервничала в спуске чем не нервничать чем не переживать как бы наоборот классно все замечательно ну аллергия но это же не повод для того чтобы просыпаться там четыре утра и потом лежать с открытыми глазами чем не знаю девочки чё делать чё делать скажите чё у меня не одно так другое не научу одно другое жизнь она есть жизнь делать даже что-то нужно потому что ну не делай это и еще вот когда казалось бы вот когда я просыпаюсь и такое чувство что ну все чувство бодрости ты уже не сонный ты не вялый и как бы бодрость это до 12 а после 12 естественно организм то не отдохнул не выспался и после 12 я начинаю быть вот как сонная муха чем такая вялость появляется что попало не знаю что делать а делать что-то нужно ладно девчонки пойдем мы наверно потихонечку у нас такая погода какая-то непонятно сейчас солнышко вроде вышло он даже двери на террасу открыла чтоб проветрилась уже не климатизации он не включаю потому что мы как бы температура не такая жаркая для отопления еще тоже рано как раз сейчас такой золотой период когда ничего ничем не пользуешься и можно сэкономить хорошо на электричестве потому что не отопления нет ни этого нет ни климатизация не климат как климатизатор как он называет кондиционер господи иногда вот сама даже знаете не замечу скажу какое-то слово он вылетит непонятным каким-то таким в такой вариации непонятная потом меня спрашивают лиля что это алиля и сама не знает о чем говорила ладно девочки будем идти к дантисту миленка конечно боится маленькая была три года не понимала нормально а сейчас конечно сидит мама тысячи вопросов что будет делать уже у подружок спросила они там у нее подружка она немножко раньше у нее день рождения немножко раньше пришло приглашение и они ходили одна говорит да все нормально я вот открыла мне там по железкой потрогали и отпустили а другая говорит нет мне там в такой машинкой жужжащий сверлили на общем не знаю что у нас так я посмотрела в принципе в принципе такого ничего нет единственное что меня беспокоит я уже спрашивала этот вопрос задавала этот вопрос передние зубы у нас долго уже лето прошло уже осень они все еще у нас никак не выросли и по какой причине но где-то я прочитала что они могут год расти но в общем я не знаю может кальция не хватает я уже я не знаю чем пойдем сегодня тоже этот вопрос узнаем проконсультируемся что нам скажут но они здесь хоть и стоматологии дорого но она в принципе везде дорого она стоматология везде это такая дорогая вещь но здесь они как-то но если что-то видят не так то дают там такие рекомендации не назначают что-то сверху чтобы деньги заработать потому что им от этого ничего не отламывается но но дают консультацию и если дают какие-то там лекарства нужно купить или препараты то они по делу в общем ничего лишнего ладно девчонки пойдем мы не знаю как не хочет идти ушла вниз спустилась и в общем играет там обычно на то возле меня куклу даже свою эту оставила ходила же вместе в парикмахерскую тоже там прическу делала своей балерине я оставила куклу говорит мам я пойду в твою комнату ну говорю иди в общем волнуется мой ребеночек ладно девчонки все целую обнимаю расскажу как прошел наш визит но уже наверное не сегодня а скорее всего завтра потому что пока пойдем пока пойдем поедим потом пока вернемся и уже уже будет не до этого все мои хорошие всем классного дня утра вечера в общем самое главное чтобы все всегда было хорошо независимо какое сейчас время дня все целую обнимаю и до встречи а